В этот детский сад второклассница Маша вместе с мамой привела свою младшую сестру. Сама девочка уже знает, как переходить дорогу. Инициировали проект родители малышей и воспитателей детсада. Они уверены, чем раньше дети начнут изучать правила дорожного движения, тем безопаснее себя будут чувствовать. На автоплощадке есть все для того, чтобы моделировать различные ситуации на дороге. Светофоры, дорожная разметка, остановки, заправки, автомобили, мотоциклы, самокаты и даже детские коляски. Вы видите, тут можно развернуть разные сюжеты на ролевые игры. Установили мы зоны полиции, лекарства, автозаправки, пожарной части. И поэтому мы можем развертать сюжет, как можно дальше. Дети попадают в какую-то независимую ситуацию. Как они действуют? Что должны они делать? На табличках для детей также указали номера скорой помощи, полиции и спасателей. Для того, чтобы с самого маленького возраста малыши наизусть знали, куда обращаться в экстренных ситуациях. Родители уверены, в игровом варианте информация будет интересной для детей и точно надолго запомнится. Садику дают то, что, возможно, родители не могут объяснить, рассказать. Потому что коллектив хороший, дети ходят в садик с удовольствием. Я считаю, даже с трех лет, с ясель, они должны знать. Возможно, чтобы родителям говорить, идя вместе через дорогу, говорить, что так нельзя переходить, рассказывать. Полицейские считают, что такие площадки должны быть в каждом садике и школе. Сами же занятия проводят для детей в учебных заведениях с помощью переносного оборудования. Провели первый урок. Детки замечательно справляются со своими обязанностями. Уже знают, что такое красный сигнал светофора, желтый, зеленый, на который сигнал светофора нужно останавливаться, на который быть внимательным, а на котором нужно переходить дорогу. Следующее занятие будут проводить воспитатели детей. Помладше научат переходить дорогу на зеленый цвет светофора. А старшие совсем скоро сядут за руль мини-авто и мотоциклов. Субтитры создавал DimaTorzok